Всем привет, друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить на одну интересную тему, которая пронизывает всю нашу жизнь. Это переживания. В прошлом видео я рассказал про связь сознания с подсознанием и про причины конфликтов и как с этим работать. А сейчас я расскажу и поделюсь с вами методикой, как прорабатывать определенные переживания в нашей жизни. С этой методикой я познакомился год назад, и она мне помогла, и сейчас вы о ней тоже узнаете. Значит, есть такое понятие, как рассогласование и согласование. Рассогласование – это когда ожидаемые параметры не соответствуют реальным. Это ожидание поведения другого человека не соответствует реальному его поведению. И рассогласование приводит к негативным эмоциям. А согласование, когда ожидания и реальность совпадают, это приводит к положительным эмоциям. И существуют следующие виды типа рассогласований. Рассогласование первого типа – это когда поведение другого человека, поступок, не соответствует нашим ожиданиям. И это называется обиды. Чувство обиды, вызванное, например, на улице кто-то там вам что-то сказал, или продавщица в магазине что-то сделал не так, как вы хотели, накричал или что-то еще. Причем мы обижаемся на такого человека. Второй тип рассогласования – это когда наше поведение не соответствует ожиданию другого человека. Это чувство вины. Например, в школе, в детстве человек получил двойку, пришел домой, мама расстроилась, и возникает чувство вины. Обычно это перед авторитетным человеком происходит. Третий тип рассогласования – это когда мы делаем сами что-то не так, как должны, не так, как хотим. Это чувство стыда. И четвертый тип рассогласования – это когда мы только лишь ожидаем в будущем, что будут переживания по этим трем типам рассогласования. И я расскажу вам, как работать с этими переживаниями, которые достаточно распространены. И получается так, что мы что-то сделали, что-то случилось давным-давно, в детстве или недавно. Но мы это повторяем в памяти, регулярно вспоминаем, переживаем. И эти переживания нам мешают жить. И человек, чего отличается от животного? У него есть сознание, долговременная память. Животное, что-то ему сделали, оно забыло и не вспоминает. Человек вспоминает. И ему это мешает. Но это можно изменить. И какие есть предварительные упражнения, которые нам помогут? Первое упражнение – это научиться расслабляться. Нужно уметь расслабляться, приводить в спокойное состояние. Или какая-то зона в теле, нога, рука. Вот у нас сбилось дыхание. Мы можем себя успокоить. В целом, свое тело. Это может быть глубокий вдох, глубокий выдох. Мы с выдохом расслабляемся. Или, например, есть вариант расслабления. Послать тепло, куда нам нужно. И есть другие варианты. Ну, я уверен, многие из вас знают и умеют расслабляться. Второе упражнение – это работа с образами. Это, например, блюдо, продукт. Вы вспоминаете какой-то продукт, например, яблоко. Вот оно вам нравится, как его кушаете. Но тут нужно вспомнить какое-то блюдо, которое вам не нравится. И вам не нравится его кушать. Например, манная или перловая каша. Вот вы вспоминаете ощущение, что вот эту кашту вы видите. Свои тарелки. Какие у вас возникают ощущения. И тут важно почувствовать, какие физиологические изменения и реакции в вашем теле. Тут вас передернуло плечо или у вас что-то кольнуло где-то. Все вот это нужно замечать и суметь это трансформировать в спокойное состояние. Чтобы с практикой вы уже не замечали и у вас не было этих физиологических реакций. Чтобы вы представляли эту манную кашу и ничего негативного не ощущали. Там не взглатывали, никаких негативных реакций в теле не было. То есть здесь работаем мы с телом и успокаиваем, убираем эти физиологические реакции из тела. И нужно добиться того, что воспоминания об этой каше, каком-то блюде, который вам не нравится, продукте, не вызывало негативные эмоции и чувства. И третье упражнение это работа с местом. Нужно вспомнить место, которое в вашем воспоминании вызывает негативные чувства, эмоции. Какая-то остановка в каком-то темном районе, где вам было неприятно. Или что-то еще, какое-то место из жизни. И цель такого задания, упражнения, это убрать этот негатив, отшлифовать его, чтобы в теле никаких физиологических реакций не было. И чтобы вы вспоминали и абсолютно спокойно к этому равнодушно относились. Итак, мы перейдем к непосредственно тем действиям, которые нужно выполнять при проработке этих видов рассогласования. Обида, вина и стыд. И вот у меня есть записанные вопросы, которые вы себя спрашиваете и отвечаете. Здесь какое преимущество такой методики? Вам не нужно работать с психологом, рассказывать о своих переживаниях, не рассказывать ситуации из жизни. Вы просто работаете сами с собой. Это внутренняя работа. Вам нужно взять ручку, бумагу, обязательно в писанном виде отвечать на вопросы. И здесь есть пять вопросов, которые подходят ко всем видам рассогласования. Первый вопрос, на который нужно ответить, это Каковы мои ожидания от другого человека? Ну, будем работать с примером. Вот вы идете в магазин, и там продавщица на вас внимания не обращает, пишет свои смс-ки, вы ждете, и когда вы обратились к ней, она еще нагрубила вам, ну и вы расстроились, ушли с неприятным чувством. Конечно, разные люди к таким ситуациям по-разному относятся. Некоторые эти это не замечают, проходят дальше, а некоторым нужно это проработать, вспоминать. Многие люди могут это прокручивать в памяти несколько дней в день, и потом, спустя несколько дней, и так вспоминают, вспоминают. Если это какая-то серьезная была травма или переживание с детства, так могут люди до пенсии, до пожилого возраста вспоминать это, и никак от этого не избавиться. Ну так вот, поехали дальше. Значит, первый вопрос, это Каковы мои ожидания от другого человека? То есть, в данном случае, мои ожидания, что продавщица меня вежливо обслужит, и все хорошо мы сделаем, что хотели. Второй вопрос. Еще здесь нужно подробно все расписать обстоятельно. Каковы мои ожидания? Второй вопрос, это откуда взялись эти ожидания? И нужно выбрать. Есть четыре варианта. Раньше так не было. Первое. Второе. Я бы так сам поступил. Третье. Культура требует. И четвертое. Образец поведения. И здесь один из этих вариантов должен быть положительным. Вы должны выбрать обязательно один из вариантов этих. Третий вопрос. Это Каково реальное поведение данного человека? Здесь вы расписываете красочно, как повел себя человек. Эмоционально, ярко. Вам нужно это подробно написать на бумаге. Четвертый вопрос. Мог ли другой человек выполнить все мои ожидания? Ответ должен быть нет. И почему нет? Раз это случилось, значит, он же не мог по-другому. Он не мог ожидания выполнить, значит. И почему? Первый вариант. Знал ли этот человек про мои ожидания? Второе. Умел ли так поступить? Третье. Мог ли? Четвертое. Хотел ли? И обязательно один из этих вариантов должен быть положительным. То есть, обязательно вы должны определиться. То есть, или продавщица не знала просто о ваших таких ожиданиях. Не умела, просто по-другому не может себя вести такой человек. Мог ли, ну, например, не могла она не ответить на смс-ку. Ей нужно было по каким-то своим причинам смс-ку написать. И четвертый вариант. Просто не хотела. Ну, не хотела и все. И пятый вопрос. Из этих вопросов. Согласен ли я с тем, что другой человек оказался таким, как оказался? И здесь нужно это понять и ответить «да». Что раз эта ситуация случилась, значит, по-другому произойти не могло. Вам нужно принять это обстоятельство и проработать, провести такую работу. И, например, для чувства вины или для чувства стыда, то есть, тут свои действия, значит, нужно проработать, что я по-другому так не мог поступить, значит, были какие-то причины, почему такие были ожидания у другого человека или у меня были ожидания. По сути, те же вопросы вы прорабатываете и даете ответы. И далее, когда вы написали все эти ответы в текстовом виде, вы с ними работаете. Вы прочитываете весь ваш текст, все ваши ответы и прислушивайтесь, какие физиологические реакции вызываются. Тут передернуло плечо, тут где-то закололо, тут вы взглотнули, тут мороз по коже, тут что-то захотелось почесаться и так далее. Все отклонения вы замечаете и вам нужно их нивелировать, то есть, убрать, отшлифовать. Успокоиться, состояние тепла внутри тела ощутить, это шлифовать. Добиться такого, чтобы то, что вы написали, все эти причины и ответы не вызывали у вас каких-то негативных реакций. И так проходит несколько раз, пока текстовый вариант не вызывает какой-то негативной реакции. Следующий шаг, это вы работаете со образом, но статическим образом. Вы представляете в голове эту ситуацию, что произошло, но в статике, просто картинку. Смотрите, наблюдаете, наблюдаете ее. И опять же, вам нужно отшлифовать, убрать все физиологические реакции негативные, которые у вас в теле есть. И со временем вы этого добьетесь. И третий шаг, это работать в динамике с этим образом. Вы представляете красочно, как это произошло. Сначала быстро, потом медленнее. И задача та же. Убрать все физиологические реакции неприятные, которые возникают у вас в теле. И со временем это у вас удастся. Такая работа может занимать разное время, в зависимости от сложности ситуации. От 5-10 минут, 5-10 минут. Или это может заняться несколько часов. Или в течение дня вы уделили этому внимание. Ну, это реально убрать. И со временем у вас уже будет, как будто бы, вспоминая об этом случае, это будет как какой-то документальный фильм, который не имеет к вам никакого отношения. Вот таким образом. И также хотел добавить о том, как это еще работает. В том плане, что вы знаете наверняка, что мозг устроен таким образом, что у него есть нейроны, аксоны, дендриты, шипиковые связи. И постепенно, нарабатывая воспоминания и с добавлением еще эмоций, и прорабатывая вспоминает еще раз, человек закрепляет нейронные связи, связанные с каким-то событием. Вспоминая еще и еще, эти нейронные связи укрепляются. А с другой стороны, есть процесс, который, наоборот, затупляет память. И вы какие-то события можете забывать. И так вот, этот процесс, такая проработка, которая здесь в этой методике предложена, она как раз-таки эти нейронные связи так преобразует, что у вас уже нет негативных чувств к этим событиям. И нейронные связи постепенно затухают. Вам не нужно вспоминать то, что для вас неприятно. Нейронные связи просто погаснут. Но здесь важно отметить то, что вы, как творец своей судьбы и как скульптор себя, вы можете создавать, созидать себя таким образом. Вы можете специально прорабатывать воспоминания негативные и изменять их на положительные. Если вы повели себя как-то не так, как вам бы хотелось, но вы хотели поменять модель поведения и в будущем не повторять те же ошибки, вы можете представить в своей голове, в размышлениях, как вы поступили иначе, как бы вам бы хотелось. И эту модель поведения взять себе на вооружение и применять ее в будущем. Вы, как скульптор, созидаете себя и творите себя таким, каким бы вы хотели быть. Соответственно, этот инструмент, который вы можете взять из этой методики, позволит также избавляться от негативных воспоминаний и от этих чувств стыда, вины и обиды. Также вы можете, наоборот, какие-то воспоминания преобразовывать так, чтобы вы меняли модель поведения, вы поступили себя как-то не так, как вы хотели, но вы можете делать так, что в будущем это поменяется. Ну, что еще могу здесь сказать? Я желаю вам плодотворной работы над собой. Надеюсь, что вам это видео было полезным. И также вы можете посмотреть мое прошлое видео, которое я записал на схожую тему. Это связь сознания и подсознания и работа с конфликтами. Причины конфликтов и суть конфликтологии. Как работать над собой может помочь улучшить вам жизнь. Итак, я желаю вам легкости в жизни, избавления от неприятных воспоминаний, очистки вашего подсознания, легкости в жизни, в решении проблем. И желаю вам успехов на пути духовного развития. Я желаю вам удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok